В эфире микрорубрика с макросодержанием, которая называется «Эксперимент на одном квадратном метре». Именно здесь, с помощью подручных средств, мы сегодня вам продемонстрируем что? Ага! Преломление коэффициент. Преломление света. Сколько раз мы про него говорили, и при этом не говорили главного, что именно благодаря преломлению света мы с вами видим прозрачные предметы, например, стекло. Почему? Потому что коэффициент преломления стекла не равен коэффициенту преломления воздуха. А коэффициент преломления вообще – это отношение чего? Скоростей света в вакууме к скорости света в данной среде. То есть скорость света в воздухе и скорость света в этом стакане разная, и именно благодаря этому мы видим этот стакан. Собственно говоря, если коэффициенты преломления одинаковые, то получается, что мы этот предмет не видим. Ну, грубо говоря, если вот в этом вот стекле окажется что-то, что имеет такой же коэффициент преломления, мы его никогда увидеть не сможем. И благодаря этому я вам сейчас покажу один странноватый фокус. Итак, ребята, у меня здесь просто кружка с маслом. И все. Пустая абсолютно кружка с маслом. Не верите? Посмотрите. Пожалуйста. А вот это у меня обыкновенная рюмка. Без масла и стекла. Возьмем эту рюмку и на глазах у вас ее что? Уничтожим. Три, два, один. Уничтожили. Разлетелось в разные стороны, как, собственно, и должно было быть. Итак, сейчас аккуратненько эти вот не все осколки погружаем в масло. Внимание. Раз. Два. Три. Аккуратно перемешиваем наши осколочки. С помощью маленькой кисточки. Перемешиваем наши осколки. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. И через некоторое время из этой кружки с маслом достаем, внимание, достаем из кружки с маслом. Али... Оп! Абсолютно целую рюмку. Как такое могло произойти? Очень просто. У масла и у стекла практически одинаковый коэффициент преломления. И равен он, если быть точным, у масла 1,47, у стекла 1,51. И поэтому масла в стекле и стекло в масле практически не видно. Эта рюмка находилась в масле сразу же, с первого мгновения, когда я вам начал ее показывать. Просто вы ее не видели. А потом я бросил туда осколки и спокойно вынул эту рюмку на поверхность. А осколочки наши, тоже как вы видите, очень слабо видны в масле. И сейчас мы вам еще раз покажем, как можно уничтожить вот эту маленькую рюмочку внутри вот этого большого бокала с помощью обыкновенного подсолнечного масла. Итак, смотрим внимательно. Сейчас мы с вами видим, что рюмка существует. Вот видите, рюмка есть. А теперь, внимание, медленно наливаем масло дальше, и рюмка снизу исчезает. Вверху она еще есть, а внизу ее уже нет. Вот видите, торчит маленькая макушка этой рюмки, а внизу этой рюмки уже совсем не видно. Рюмка полностью исчезла в масле, благодаря тому, что у нас у масла и у стекла близкие коэффициенты преломления.